Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Сегодня ведущая студия Ирина Чекунова. А в гостях у меня Лариса Анатольевна Масалыгина, уполномоченная по правам ребенка в Тверской области. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Надежда Геннадьевна Семенова, руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области. Надежда Геннадьевна, здравствуйте. Эльвин Брусович Байден, заместитель прокурора Московского района города Твери. Эльвин, добрый день. И Елена Александровна Иванова, главный специалист-эксперт Министерства демографической и семейной политики Тверской области. Здравствуйте, Елена Александровна. 20 ноября, уважаемые друзья, дату отмечает все сообщество в мире, наверное. Всемирный день ребенка. В этот день, в 59-м году, Организация Объединенных Наций, была принята декларация прав ребенка. А спустя 30 лет, в 89-й год, это конвенция о правах ребенка. Получается, что мы два раза в год празднуем. 1 июня с вами привыкли собираться в канун праздника Дня защиты детей. А это Всемирный день ребенка. Сегодня мы будем говорить о правах. И какие права существуют у детей и подростков, сразу обозначим наши темы. Какие из этих прав нужно защищать. И как изменилась жизнь нашего подрастающего поколения в условиях пандемии коронавируса. Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня». А вопрос, который мы сегодня поставим на голосование. Обеспечены ли, на ваш взгляд, дети в нашем государстве достаточной защитой? Да или нет? Просим голосовать. В конце программы подведем итоги. Итак, давайте начнем. Может быть, обозначим сразу, кого в нашем государстве принято считать детьми и подростками? Человек в возрасте до 18 лет. До 18 лет. Если тебе 17,5, ты еще считаешься подростком. Ребенок. Ребенок. Ребенок, да? Мы так уже в разговорной речи привыкли. Дети, подростки. А так ребенок. Да. Ребенок считается. Хотя подросткам это не очень нравится, конечно. Ему в 17 лет кажется, что он уже супер взрослый. Да, он взрослый, конечно. Да, и, конечно, такой диссонанс возникает. Как это так? Как это ребенка мне называют? Ну, тем не менее, формально, юридически это пока ребенок. Так. Вот защита тогда ребенка. Поговорим об этом. Надежда Геннадьевна, я знаю, что у вас в день защиты ребенка, скажем так, детей, будет организована прямая линия. У вас горячая линия. А какие вопросы готовы услышать, на какие готовы ответить? И каждый ли год такой организовывается? Вообще мы всегда готовы ответить на любой вопрос, вне зависимости, наверное, даже от тематики прямой линии, потому что мы проводим их почти постоянно. Но, да, данная прямая линия, она все-таки приурочена к событиям, о которых вы сегодня сказали. Естественно, мы предполагаем, что вопросы, которые будут задаваться, наверное, будут связаны в первую очередь с взысканием алиментов. Вероятнее всего, с исполнением судебных решений по общению с детьми, по предоставлению жилья, вероятно всего, да, то есть в том числе и детям-сиротам. Ну вот, это, наверное, основная тематика, которая может прозвучать. Естественно, мы готовы и давать консультации какие-то, да, то есть если вопросы не будут касаться какого-то конкретного исполнительного производства или судебного решения. Если это будет конкретика, да, то, естественно, на те вопросы, на которые не сможем ответить прямо в прямой, вот так вот при разговоре, то, естественно, это будет обращение, которое будет зарегистрировано и рассмотрено, и мы потом предоставим ответ. Ну вот вы перечислили такие вот пункты, на которые готовы принять ответы и которые готовы услышать. Эльвин, у вас, у сотрудников прокуратуры, наверное, вы работаете по таким же пунктам, да, ведь к вам же тоже обращаются. Наверное, алименты, это не секрет, что это актуально. Ну, естественно, да, конечно, алименты, это достаточно актуально. Кроме того, помимо алиментов к нам, родители также достаточно часто обращаются по вопросу взыскания неустойки по алиментам, то есть это вот по тем фактам, когда, соответственно, родители не платят в установленный срок, соответственно, на свои обязательства. Вот, и по таким случаям, соответственно, мы выходим с исковым заявлением в суд, вот, и обязываем, скажем так, нерадивых родителей все-таки перечислять денежные средства на, значит, на своих детей. То есть вы здесь, вы здесь первично вот в этой цепочке, да, судебные приставы вступают уже после решения суда, да, то есть вы вступаете в борьбу за права ребенка. Ну, если мы говорим о взыскании именно алиментов, то, естественно, мы исполняем это судебное решение. В процессе исполнения может возникнуть вопрос по взысканию неустойки, да, если длительное время, то есть возникает неуплаченная какая-то задолженность, то есть в этом случае, естественно, граждане могут обратиться в прокуратуру, потому что не все обладают там и правовыми какими-то знаниями, да, как правильно там рассчитать эту неустойку, как правильно обратиться с таким иском. И, как правило, обращаются именно в органы прокуратуры, и в данном случае возникает еще одно судебное решение уже о взыскании неустойки. Уже неустойка, это уже вторая ступень, получается, в этой борьбе за права. Да, плюс к тому, которое вот основное решение о взыскании самих алиментов. Лариса Анатольевна, когда приходят к вам, приходят, обращаются ли к вам с такой проблемой, коль мы уже здесь вот на тему алиментов заговорили, но потому что это на самом деле очень актуальная тема сейчас. Приходят, конечно, обращения на эту тему на разных совершенно этапах, при этом как бы мы отмечаем, что вопросы, ну, это больше вопрос консультирования, да, вопросы мамы задают мамы, как правило, чаще. Вообще, как подать иск по взысканию алиментов, как подать иск на развод, если есть дети, да, то есть просто консультирование по какому-то юридическому вопросу. Далее, в процессе судебных решений тоже вопросы возникают по исполнению, то есть куда принести этот исполнительный лист, если, например, должник неизвестно, где находится, как вообще его найти, куда обратиться. То есть на разных этапах возникают совершенно разные вопросы. И мы, к сожалению, вынуждены констатировать, конечно, о том, что у наших граждан очень низкая информированность. Вот только хотелось сказать, если я обращаюсь к вам за такими вопросами, значит, очень много вы просто не знают людей. Да, и по телефону мы очень часто консультируем граждан именно вот по таким, казалось бы, простым вопросам, ну, казалось бы, для нас, кто с этим постоянно работает, тем не менее, консультации мы такие оказываем бесплатно совершенно по нашему рабочему городскому номеру Тверскому. И в день вот защиты детей, в том числе такие консультации у нас будут проводиться, у нас каждый день это работает, наш телефонный номер, мы, конечно, каждый день отвечаем на звонки подобные этим. И плюсом еще у нас будет прием прием на президенты от 19 ноября в пятницу с 10 до 12. Тоже мы уже, граждан, записываем этот прием по разным вопросам, ну, как-то касающихся алиментов есть там вопросы, там в том числе и не касающихся. В основном, вы говорили, обращаются женщины, да, но есть, вот мы, тему алиментов-то здесь обсуждали очень довольно-таки много, есть и папа, который не получают от матери ребенка, да, необходимое денежное пособие, да, в основном женщины, но есть как мужчины, которые... Есть мужчины, у нас есть мужчины, которые чаще всего мужчины обращаются по вопросам общения с детьми, чаще всего, то есть у них вопросы именно по исполнению судебных решений, по общению со своими детьми. Это если суд вынес решение, что ребенок остается, допустим, у матери вместе с мамой, да? Да, 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 есть такие у нас несколько, так сказать, достаточно резонансных ситуаций. Кроме того, у нас есть один такой очень интересный случай, когда папа протестовал распоряжение материнским капиталом, которое мама совершила, еще пока не была лишена родительских прав, купила жилье непригодное для проживания, фактически разрушенное, несуществующее, благодаря действиям прокуратуры мы, в общем-то, вышли с иском в суд, отменили эту сделку, несмотря на определенный срок давности уже прошедшего, то есть восстановили все сроки обращения, потому что речь шла о защите прав детей, трое детей, которые пострадали в этой истории. И сейчас продолжаем оказывать помощь этому папе, потому что вопрос идет по взысканию, так сказать, в пенсионный фонд потраченного материнского капитала, ну и там есть определенные вопросы к должнику, который не может нам, к сожалению, компенсировать этот материнский капитал, но, тем не менее, я думаю, что мы найдем еще механизмы, каким образом можно будет до конца этот вопрос довести. Уважаемые друзья, сейчас придется на небольшой перерыв, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, тема дня в эфире, говорим о защите прав детей в нашем регионе. Лариса Анатольевна рассказала перед перерывом, как приходилось отстаивать права детей при распоряжении материнским капиталом, когда было приобретено, скажем так, некачественное жилье, скажем так, если можно это назвать. Несуществующее. Несуществующее даже жилье. Эльвин Альбрусович, вам в вашей работе в прокуратуре часто ли приходится заниматься вот именно защитой жилищных прав детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей, ну, во всяком случае, даже такие вот семьи встречаются, когда ребенок остается либо с матерью, либо с отцом, или как-то вообще жилищные условия непригодны? Ну, в принципе, скажем так, такие обращения к нам поступают с определенной периодичностью. Хотелось бы, наверное, сказать первоочередное, что в Конституции Российской Федерации прописано, что каждый гражданин имеет право на жилище. Федеральным законом о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей, соответственно, предусмотрена обязанность органов государственной власти предоставить благоустроенное жилое помещение таким детям. Вот. И, в принципе, скажем так, ну, наверное, уже больше не дети, а уже, скажем так, совершеннолетние полноценные граждане обращаются к нам с заявлением, с просьбой оказать им помощь в получении подобного жилья. Можно я здесь вас прерываю? Вот вы сделали акцент в совершеннолетний. То есть, сами дети редко, вот когда они достигнут возраста совершеннолетия, обращаются, они тоже своих прав как-то не знают? Нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас возможность предоставления жилья предусмотрена федеральным законом по достижению ребенка возраста 18 лет. А, 18 лет, да? Да. При этом, если он, например, будь продолжает обучаться у нас в образовательной организации, либо проходит службу в армии, либо есть еще там определенный ряд причин, но вправе этот срок передвинуть до окончания, например, обучения, либо возвращения из армии. В этом случае наши ребята пишут заявление о том, что они обучаются, проживают в общежитии, что просьба предоставить жилье, например, в каком-то там году по окончании. То есть, то, что проблемы с жильем могут возникнуть, они знали и до этого 18-летия, да, но не имели права обратиться? Дело не в этом. Дело в том, что они у нас, как правило, все учтены. У нас есть реестр областной, где у нас учтены все дети, которые имеют право, например, на получение жилья от государства по достижению возраста 18 лет. Соответственно, они об этом знают, как правило, все. Но бывают, к сожалению, ситуации, когда, например, по разным причинам ребенок не попал в реестр, хотя право такое у него имеет. В этом случае, да, можно, если это простой путь, для ребенка, например, ребенку лицу уже исполнилось 18, но не исполнилось 23 года, а у него есть возможность постановки в этот реестр, да, и, соответственно, получение жилья там в соответствии с очередностью. Если он уже старше 23 года, только потом узнал, что у него такое право было, например, да, что нужно было в свое время обратиться, тогда только в судебном порядке мы можем ему вот это право восстановить, в том числе с органами прокуратуры, там, в отношении тесно сотрудничаем. Эльмин, какие тут, какие преграды здесь на пути решения? Это что, это власть не хочет предоставлять? За что приходится бороться и с кем? Ну, в принципе, скажем так, каких-то, наверное, преград-то здесь по большому счету нет. Здесь просто есть определенные процедурные моменты, которые, скажем так, необходимо соблюсти для того, чтобы предоставить жилое помещение. То есть в продолжение вот сказанных слов могу привести пример тоже. Вот, например, не так давно к нам обратился один молодой человек, ему, если мне память не изменяет, 21 год. Вот, он житель города Твери, уроженец города Твери, вот, но уехал учиться, так, в один из других субъектов Российской Федерации. Вот, там, соответственно, в учебном заведении было предоставлено жилое помещение в общежитии. В общежитии. Вот, и он уже дистанционно обратился к нам, то есть посредством написания заявления на сайте прокуратуры Тверской области, обратился к нам по вопросу разъяснения возможности ему предоставления жилого помещения. Мы с ним связались, то есть обсудили этот момент и, скажем так, решили вопрос на том, что после того, как он отучится в данном учебном заведении, соответственно, мы, если до указанного периода жилищный вопрос его не будет разрешен, то он обратится к нам, и, соответственно, мы выйдем с исковым заявлением о понуждении, значит, соответствующих уполномоченных органов о предоставлении ему жилого помещения. Жилое помещение — это не общежитие? Нет. Нет. Это отдельная квартира. Это отдельная квартира. Если у этого человека, который имеет право, уже появилась семья, это предоставляется, то есть может он получить и зависит, или только вот на себя? К сожалению, нет. Если семья, у нас есть такие, которые семьи, дети, уже не один даже есть. Но, к сожалению, предоставляется только по норме на одного человека, потому что только у него есть это право на получение жилья бесплатного от государства. И в связи с этим уже тоже достаточно продолжительное время на федеральном уровне рассматривается вопрос о том, каким образом все-таки приблизить интересы этого человека, уже семейного, состоявшегося, и вот этой системы, которая должна ему обеспечить жилье. В связи с этим в ряде уже субъектов Российской Федерации введены жилищные сертификаты для детей-сирот, которыми они вправе распоряжаться, добавив свои средства, маткапитал и так далее. Это логично. Да, ну вот, например, если я не ошибаюсь, в Пермском крае размер жилищных сертификатов составляет 1,3 миллиона рублей. Причем независимо от того, где ребенок проживал в Перми в самой, либо там вот в Пермском крае, где-то в муниципальном образовании другом. То есть он единый для всех, и стоимость его одинаковая. У нас, к сожалению, пока такой системы нет, все завязано на приобретении именно жилья. И в связи с этим возникают определенные сложности, потому что, во-первых, в ряде муниципальных образований у нас просто нет на рынке свободного жилья, который подходит под те параметры, которые необходимы. Потому что оно должно быть благоустроено, применительно к местности, оно должно быть в нормальном техническом санитарном состоянии, ну и соответствовать по размеру. То есть там есть определенная норма квадратных метров, не менее которых мы должны эту квартиру или дом сироте предоставить. Поэтому не всегда, к сожалению, удается реализовать даже те деньги, которые заложены в бюджете на приобретение жилья. То есть возможно приобретение жилья тогда по согласованию с этим человеком в другом муниципальном образовании. Ну, либо в крайнем случае тогда уже на следующий год откладывается опять вопрос получения жилья, если ничего не дается решить. Такие тоже, к сожалению, ситуации пока существуют. У нас много вообще таких нуждающихся на сегодняшний день? Есть у вас статистика какая-нибудь? По району у вас есть, что ли? Ну, могу сказать, что в настоящий момент вот к нам обратилось два гражданина, и, скажем так, два обращения у нас находятся в работе. То есть, соответственно, мы уже получили все необходимые документы и в ближайшее время подадим два исковых заявления. Вот. А так могу сказать, что, в принципе, все лица, которые нуждаются, мы эту ситуацию постоянно отслеживаем, мониторим. То есть, как только возникает ситуация с тем, что гражданину несовершеннолетним, получается, нет, неправильно сказал, прошу прощения, ребенку сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, соответственно, не было бы в свое время предоставлено жилое помещение, то в таких случаях мы обязательно, соответственно, выходим с заявлением в суд. А вернемся к элементам теми дня. Надежда Геннадьевна, я знаю, что работа проводится гигантская вами, да? Сколько сейчас мы, какой статистикой мы сейчас оперируем, и насколько эффективна ваша работа в этом направлении? Ну, наверное, самим себе оценку давать тяжело, да? Ну, я так все стороны говорю. Да, эффективно и неэффективно мы работаем. Ну, цифра, наверное, количество находящихся у нас судебных решений и, значит, иных документов о высканении алиментов, но она почти неизменна, это порядка 10 тысяч, да? То есть в течение года она снижается, потому что у нас, значит, испанские документы направляются в связи с трудоустройством должников, да? То есть динамика какая-то определенная происходит. Сумма долга, в принципе, она тоже вот у нас варьируется, да, около 1,9 миллиардов рублей. Но на сегодняшний день вот у нас появилось такое понятие, да, это доля судебных решений, да, испанных производств, в рамках которых ребенок, значит, обеспечен правом на получение алиментов. Сюда входят все и добровольно плачащие алименты, да, и те, у которых алименты удерживаются, и заработные платы, да, где гасится задолженность. То есть вот из всего объема порядка 75%, вот эта доля у нас составляет 70% от всего объема находящихся судебных решений. Конечно же, мы не можем говорить, что это, там, цифра, да, на которой мы должны там успокоиться. Мы понимаем, что все 100% детей должны получать... Да, это, конечно, да, это теоретически. Да, но, конечно же, те меры, которые на сегодняшний день предпринимаются, да, они вот дают, да, и уже дали такой результат, значит, мы поступательно, да, будем продолжать двигаться по тому же пути, да, пути понуждения теми мерами, которые предусмотрены на действующем ингредиенте. Елена Александровна, вот сегодня у нас вот специально, напомню, главный специалист-эксперт Министерства демографической и семейной политики Тверской области, Елена Александровна, роль министерства здесь. И вот вы сегодня поясните нашим телезрителям о том, какие, да, как начисления эти производятся по алиментам. Кто и на что может рассчитывать? С 1 января текущего года полномочия по назначению выплат пособий переданы Министерству демографической политики и подведенному министерству казенному учреждению Центр выплат Тверская семья. То есть всеми назначениями выплат и пособий занимается Центр выплат Тверская семья. На сегодняшний день получателями пособий являются более 45 тысяч семей в Тверской области. Это порядка 13 видов различных видов пособий и выплат. Самая распространенная, самая многочисленная категория получателей это семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 7 лет. Так называемая ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. А тем более, что сейчас в условиях пандемии, да, у этих много выплат всевозможных, да, было объявлено и много семей, которые должны были эти выплаты получить. Да, значительное количество семей эти выплаты получает. И на сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством, которое действует на территории Тверской области, это 4 вида выплаты, где в составе доходов семьи учитываются получаемые элементы на несовершеннолетнего ребенка. Вот я уже говорила, это выплата, денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Много возникало ранее вопросов по тому, как должны учитываться получаемые элементы в составе доходов семьи. Министерство труда Российской Федерации дало соответствующие разъяснения. И на сегодняшний день ситуация такова. Гражданин заполняет форму заявления, эта форма утверждена, она типовая. С ней можно ознакомиться и на сайте Министерства демографии, и на сайте Центра выплат. Центром выплат разработана памятка по заполнению формы заявления. И в этом заявлении указывается размер, гражданин должен указать размер полученных элементов за расчетный период. Расчетный период 12 месяцев. 12 месяцев. Размер полученных элементов. Да. Если эти элементы по каким-то причинам не взысканы, не получены, значит, в графе алименты гражданин указывает ноль. Это важно. В случае, если никакой информации нет в заявлении, значит, Центр выплат вправе отказать на значение выплаты, либо направить на доработку заявления, поскольку эта информация, она обязательно, и Центр выплат при расчете среднедушевого дохода должен участвовать размер полученных алиментов на несуществительного ребенка. Алименты входят в этот среднедушевой доход. Да, алименты входят в среднедушевой доход. А сумма алиментов сама она как высчитывается? Сумма алиментов здесь на усмотрение гражданина. То есть, никаких документов, подтверждающих факт получения, либо документов, подтверждающих размер этих алиментов, гражданина не требуется предоставление. Только указание в заявлении вот этой информации. Если будет стоять ноль, либо будет стоять сумма, какую указал, посчитал нужным указать гражданин, такая сумма будет учитываться при расчете среднедушевого дохода. А ноль, это значит, человек не получал, значит, эта семья не получала алиментов, которые должны... Либо законный представитель не обращался с заявлением о взыскании алиментов, либо он обратился, но по факту не взысканы эти алименты по каким-то причинам. Может быть, исполнитель лист не направлялся самим заявителем по месту работы супруга. Разные причины. Но если фактически они не получены, то в заявлении необходимо указать, проставить ноль. Вот с этой информацией, которую вы сейчас нам рассказали, с ней все знакомы? Или вы где-то разъясняете? Потому что наверняка не все об этом знают. Это информация... Даже форму где вот эту вот заполнилась. Форма размещена... Памятка, вернее, по заполнению формы размещена на сайте Центра выплат «Тверская семья». Кроме того, на сайте Министерства размещена информация о мерах поддержки, которые предоставляются Министерством и Центром выплат. Достаточно подробно актуальная информация размещается. Кроме того, на сайте Тверская семья РФ размещен, так скажем, создан сервис-навигатор. Называется он «Семейный помощник». По сути дела, это как калькулятор. То есть семья вправе, не вправе, ну может, по крайней мере, ознакомиться с этим семейным помощником. Там определенные графы есть, заполняются, то есть в зависимости от жизненной ситуации, которая складывается в семье, количество детей, есть ли в семье дети с ограниченными возможностями здоровья, может быть, мама воспитывает одна ребенка. То есть в зависимости от того, какая ситуация в семье, какой доход в семье, заполняется эта форма, и семейный помощник выдает рекомендации и меры. То есть на какие меры вправе претендовать семья, перечень этих мер. И одновременно размещается информация, выдается о том, какие документы необходимо предоставить Центр выплат для оформления этой меры поддержки. Достаточно удобный сервис. А можно, я вас перебью, можно ли реально просто позвонить и узнать, если кто-то там не дружит с компьютерной техникой? Можно. Можно позвонить и в Министерство демографии, и можно позвонить в Центр выплат. Есть телефон горячей линии Центра выплат. Может быть, мы сейчас скажем, или у вас сейчас нет телефона? Давайте мы скажем нашим телезрителям, может быть, этот телефон пригодится. Итак, Центр выплат горячей линии, да? Да. 8800. 8800. 201. 201. 22. 62. 62. 62. Центр выплат. По этому телефону функционирует опция голосового помощника, которая помогает распределять обращение. То ли это информация в целом о мерах поддержки, то ли это информация необходимо получить об отказе, то есть о принятом решении и причинах отказа, либо статус узнать своего заявления. Эта линия работает. Мы непосредственно даже сегодня проверяли, эта линия работает. Работает. То есть дозвониться можно, и можно получить ответ конкретный, да? Лариса Анатольевна, вот по этим вот таким вот, я бы сказала, таким подводным камням, может быть, в чем-то даже для некоторых бюрократическим, потому что надо что-то заполнять, да, что-то писать. Обращаются к вам родители в том числе, да? Да, к сожалению, таких обращений у нас очень много в этом году. Связано это как раз с формированием новой системы выплат. В связи с тем, что она централизована теперь у нас в одном учреждении, оно находится в Твери. Соответственно, заявители подать заявление на выплаты могут на определенные выплаты через личный кабинет, сайт госуслуги, либо через многофункциональные центры по месту своего жительства, где ближе, ну, где ближе в Тверской области расположены. Конечно, такие нюансы, они действительно, ну, требуют определенного интереса, да, к этой ситуации. Не все готовы этот интерес проявлять, и разникает очень много таких нареканий о том, что я, как бы, права наши нарушены. Вот, значит, у меня в Тверскую семью приехала с пакетом документов, меня их не приняли. Вы тоже, получается, да, такие упреки, да? Это совершенно верно, потому что это не нарушение, скажем так, права, да, то есть право-то сохраняется, просто есть определенный порядок подачи этого заявления, и, соответственно, нужно его просто знать и соблюсти. Я хочу сказать в поддержку вот сайта Тверская семья.рф, он недавно у нас заработал, очень быстро наполняется, и растет его популярность в связи с тем, что это, ну, скажем так, это принцип одного окна, туда можно зайти и, в общем-то, получить всю доступную информацию по конкретно своей ситуации применительно вот к своему семейному положению, к состоянию здоровья, там, к уровню доходов, да, то есть это можно под себя подобрать те выплаты, которые, ну, полагаются, и там же получить информацию о том, как их можно оформить. Нужно, конечно, эту информацию больше доносить до наших граждан, потому что, в принципе, все, наверное, уже теперь нас владеют цифровыми технологиями, и все могут вполне спокойно, не нервничая, получить эту информацию тогда, когда им это удобно. Ну, и, конечно, мы тоже консультируем, так же, как и Министерство, так же, как и Центр Выбал Тверская семья, мы тоже постоянно консультируем о том, ну, что необходимо сделать. Ну, я так поняла, что вы работаете в содружестве, да, с Министерством. Да, во всяком случае, информация, которая есть у Вас, Вы делитесь и совместно решаете, что делать, как и быть, да? Да. Я знаю, что система одного окна, так называемого, Надежда Геннадьевна, у Вас тоже работает, да, госуслуги Вы активно применяете, и любой может узнать о тех же самых задолженностях по алименту. Давайте еще раз напомним. Да, ну, у нас уже давно работает личный кабинет стороны исполнительного производства, и, скажем так, продвигается, да, все. Если раньше это было просто, можно было там посмотреть, да, как бы, видеоведомления о том, что происходит, сейчас туда поступают сами процессуальные документы, которые выносит судебный пристав исполнитель. Вот, например, говоря, допустим, даже о сумме алиментов получаемых, то есть там тоже можно увидеть, если взыскатель зарегистрирован, да, значит, у него имеется свой личный кабинет на госуслугах, значит, он может воспользоваться и нашим личным кабинетом, и там увидеть денежные средства, которые ему перечислялись, да, то есть перепроверить, может быть, да, и сверить это там с выпиской по своему расчетному счету, да. То есть все это доступно, даже вот если говорить, да, о той информации, которая необходима гражданину, не выходя из дома, зайдя на госуслуги, он может эту информацию подчеркнуть, в том числе вот и в личном кабинете страны исполнительного. Ну, надо, да, приучать наших людей и жителей региона вот к этому, к новым видам услуг, говорить постоянно здесь с вами согласно полностью, напоминать и говорить, что это можно сделать. Эльвина, у меня к вам вопрос еще, что касается время такое тяжелое, экономически нелегкое, наверняка многие подростки хотят подработать трудовые права детей и подростков, ну, будем называть их так уж, старинки, а в общем-то детей. Значит, да, есть определенные особенности при принятии детей на работу, то есть, соответственно, дети у нас не могут, детский труд не может использоваться на вредных работах и опасных, соответственно, также существует общий порядок, соответственно, оформления трудовых отношений, то есть, это законодательно предусмотрено, что в течение либо сразу трудовой договор оформляется, либо в течение трех дней с момента допуска к исполнению трудовых обязанностей. Детей нельзя привлекать к сверхурочной работе, к работе в выходные, в праздничные дни. Кроме того, получается, есть еще определенные обязанности, связанные с порядком расторжения трудовых отношений, например, в частности, помимо того, что существует общий порядок, допустим, расторжения трудового договора, то есть, Трудовому кодексу определено, что для того, чтобы расторгнуть трудовой договор с лицом несовершеннолетним, необходимо получить либо согласие Государственной инспекции труда. Так, ну, что хотелось бы, наверное, еще ответить. Мы перечисляем, мне кажется, что мы это уже как бы тоже знаем, что вот эксплуатация, как раньше говорили, женского и детского труда. А приходится вообще в реальной жизни сталкиваться с этим, что права детей именно вот здесь вот нарушаются? Что не все работодатели знают об этом? Бывают совершенно разные случаи, то есть, в принципе, скажем так, лето, оно, наверное, горячая пора, когда... Ну да, особенно летом, конечно, за каникулами. Когда несовершеннолетние, скажем так, да, находятся на каникулах, естественно, там многие из них пытаются найти какую-то подработку для того, чтобы получить какие-то денежные средства. Вот, и в текущем году, например, нами был выявлен один индивидуальный предприниматель, который фактически привлек несовершеннолетних детей для осуществления трудовой деятельности. Но при этом, по каким-то неизвестным причинам, он забыл, как он пояснил, оформить трудовой договор с детьми. Но в результате, соответственно, нашего вмешательства права детей были восстановлены, но предприниматель, соответственно, понес наказание в виде штрафа. Надежда Геннадьевна, какие еще на исполнении бывают решения суда? Вот мы говорили об элементах, это можно много... Я думаю, что мы в этом году еще соберемся, поговорим отдельно, которые ущемляют, вернее, восстанавливают детей в правах. Ну, как я уже говорила, да, это судебные решения, связанные с общением, да, с ребенком. То есть, когда по судебному решению определено проживание, да, при расторжении брака между супругами, да, в семье, где есть дети, и место проживания ребенка поопределено с одним родителем, да, то второй родитель обращается с соответствующим исковым заявлением, да, и возникает судебное решение по общению, где определен порядок общения с детьми. Ну, вот эти судебные решения, их не так много, но каждое судебное решение мы и в этом, и здесь уже, мне кажется, это обсуждали, да, и с Ларисой Анатольевной. Мне кажется, тоже очень регулярно то или иное судебное решение общаемся, потому что та или иная сторона приходит к ним, да, либо к нам. И мы, значит, стараемся, стараемся как раз-таки исполнить судебное решение так, чтобы, несмотря на то, что вроде бы судебным решением восстановлены права ребенка, не нарушить их снова, потому что сама по себе ситуация, любая ситуация, да, связанная, вот, значит, с детьми, она может нанести еще больше урон, хотя нам всем кажется, вроде бы, да, что мы делаем очень важное и полезное дело. Ну, и, конечно же, это тоже очень достаточно такие проблемные судебные решения и по отобранию ребенка, да, вот, то есть они взаимосвязаны, они просто немного имеют различный порядок исполнения, да, но, в принципе, они взаимосвязаны друг с другом, это тоже изменение, когда изменяется все-таки вот место проживания ребенка, да, либо, наоборот, один из родителей удерживает ребенка незаконно, да, несмотря на то, что, да, он родитель, но по тем или иным причинам он не имеет права. Да, 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 помните, были в нашей практике, в патрульной службе мы освещали такие другие регионы, увозят детей. Да, из Новгородской области, наверное, в области. Да, это все время такая нервотрекка, да, это, конечно, приятного-то мало. Ну, и вот сегодня уже этой категорией тоже коснулись, да, это предоставление жилья детям-сиротам, да, то есть мы здесь вроде бы говорим уже о совершеннолетних, но, как бы, да, это просто у них вот наступает это право. Ну, хочу сказать, что в регионе у нас очень долгое время было, ну, достаточно маленькое количество судебных решений на исполнении, с прошлого года количество увеличилось, но, как уже Лариса Анатольевна, да, сегодня отмечала, вопрос сейчас состоит, как раз-таки, наверное, не в выделении денежных средств из бюджета, да, на приобретение этого жилья, а как раз-таки проблематика именно в тех районах нашей области, где просто такого жилья нет, да, где оно не строится, да, и возможностей нет, и где главы проводят, да, аукционы по, допустим, приобретению, да, этого жилья, ну, просто аукционы признаются не состоявшиеся, потому что на них никто не уходит, то есть нет участников. Поэтому вот на сегодняшний день у нас где-то из 100 судебных решений исполнено полностью, да, то есть предоставлено жилье по 67, вот, достаточное количество еще остается, ну, там разная стадия есть у нас, где уже вот аукцион, допустим, состоялся, и мы ждем только подписания, да, договора, где-то уже в течение года не один раз, как я уже сказала, проводились аукционы, но пока результата нет, то есть работа ведется везде, просто пока что она не подошла вот к такому логическому завершению. Лариса Анатольевна, готовьтесь к программе, я прочитала, что вот за этот пандемический год резко возросло число обращений вот в Институт уполномоченного по правам ребенка именно с жалобой нарушения экономических и социальных прав образования и то же самое жилье. Это в целом по России данные у нас как-то, это совпадает с общероссийской статистикой, да? Совпадает, да, тоже экономические и социальные права, это вот я уже упоминала выплаты, которые, во-первых, они появились, много новых выплат, много вопросов с этим связанных, много было жалоб на либо отказы, закон или незакон, это мы уже в процессе рассмотрения обращений разбирались, насколько они законны, если действительно мы усматривали незаконность отказа, обращались, ну, соответственно, сначала либо в Министерство темографии, либо сам в Центр выплат, если вопрос не решался, то тогда приходилось привлекать уже и органы прокуратуры. Есть ряд ситуаций, которые тоже пока что еще на контроле находятся в этой связи, и думаю, что мы, наверное, все-таки пойдем в суд с административными исками по обжалованию незаконных отказов, такая возможность у полномочных по праву ребенка в субъектах есть, будем тогда, ну, такую практику тоже использовать. Ну, и, соответственно, экономические права, их тоже достаточное количество, тоже они связаны с материальным положением и с требованиями к материальному положению, связанными с выплатами, опять же, туда же мы включаем и имущественные права несовершеннолетних, и алименты те же самые, то есть этот блок у нас постоянно всегда, как бы, вот он достаточно актуальный. Ну, и да, вопросы образования тоже они актуальны и связаны, это в основном, конечно, с недостаточным количеством мест детских дошкольных учреждений в городе Твери, потому что в остальной части нашей Тверской области Большой таких вопросов не возникает, но поскольку миграционные потоки достаточно вот такие интенсивные именно здесь, в областной столице, то строительство детских садов, оно ведется гораздо медленнее, чем пребывает население детских. То есть проблема очереди существует? Проблема очереди существует именно в основном по ясельным группам, потому что, да, экономическая ситуация сложная, родители хотят выходить на работу, это связано с определенными причинами, а ребенка в возрасте до трех лет, к сожалению, очень сложно устроить на нас в ясельной группе. Ну, вот пытаемся помогать, но здесь, конечно, многое зависит именно от инвестиционных программ, от национальных проектов, которые у нас реализуются в Тверской области, и от темпов строительства таких учреждений. Проблем у вас действительно много. Эльвин, скажите, мы не затронули еще одну проблему, о которой тоже постоянно говорим. Когда сотрудники МЧС приходят, мы постоянно говорим, уважаемые родители, не давайте детям играть со спичками. Ну, это как бы априори, да? И так у нас, не продавайте детям и подросткам сигареты и спиртное. Это тоже приходится контролировать до сих пор. Да, они все по-прежнему понимают. Да, к сожалению, на самом деле есть такая проблематика, хоть она, наверное, и не является уже в настоящий момент такой повсеместно распространенной, но такие случаи, на самом деле, они имеют место быть. Вот, буквально на этой неделе мы проводили проверку в отношении, скажем так, предпринимателя, осуществляющего коммерческую деятельность на территории Московского района. Он открыл магазин несколько ближе, чем это предусмотрено законом, точнее, вот именно в той части, которая касается возможности реализации алкогольной продукции. То есть, на... К школе близко? Да, да, абсолютно верно. По становлению администрации города Твери установлены определенные минимальные размеры, которые должны быть соблюдены предпринимателем при реализации алкогольной продукции. Для города Твери, для стационарных объектов, это не менее 70 метров. Вот, соответственно, мы выходили на проверку и вместе с специалистом производили замер. Получилось у нас, по-моему, 52,6 метра. Вот, ну, в результате, соответственно, предпринимателю мы внесли представление об устранении нарушений, и также нами было возбуждено дело об административном правонарушении. Это что касается алкоголя. Для сигарет требования несколько, скажем так, иные. Соответственно, там расстояние составляет не менее 100 метров, но вместе с тем основное отличие, значит, возможности реализации алкогольной продукции от реализации табачной продукции. Если, значит, для алкогольной продукции расстояние от торгового объекта до, скажем так, объекта образования измеряется по пешеходным дорожкам, по тротуарам, то, соответственно, при реализации никотиносодержащей продукции нетабачной расстояние измеряется строго по прямой. То есть, условно говоря, от одной точки до границы земельного участка, допустим, где находится детский сад или школа. Ну, открывая какую-то торговую точку, предприниматели знают вот об этих условиях. Да, ведь ему же доносится эта информация, что он должен и чего он не имеет права делать. Соответственно, нормативные документы, они находятся в общем доступе, но, видимо, в погоне за какой-то наживой все-таки не всегда предприниматели соблюдают... Ну, это надо успеть любой ценой. Успеть любой ценой. У нас пандемия выявила еще тут по всей стране ряд таких известий о трагических событиях. и агрессивность подростков, да, нападение на учащихся, на учеников, на своих. Преступления, которые совершаются самими подростками, и в отношении детей. Что мы можем сейчас говорить о профилактике? Лариса Анатольевна, что вообще вот мы сейчас, что мы должны предпринимать? И как, по-вашему, вот эта вот ситуация с новой болезнью обострила наши проблемы в обществе? Ну, я бы не связывала напрямую ситуацию пандемии и агрессивность подростков, потому что слишком много факторов и слишком сложное, скажем так, формирование личности происходит. Не только от какого-то внешнего воздействия, там, да, зависит от того, то, кем станет или как себя поведет человек вот в возрасте таком достаточно сложном. Тут много очень факторов, которые оказывают влияние. Это и семейная обстановка, да, насколько доверительные отношения, насколько добрые отношения в семье. Если ребенок там не принят, не понят, не услышан, то, соответственно, у него возникает то самое протестное поведение, о котором часто люди говорят, но мало кто себе представляет, каким образом вообще оно взаимосвязано, хотя достаточно легко прочитывается, да, скажем так, коррелируется его действие с возможными проблемами именно в его семье, имеющем место, которые толкают его на то или иное движение. Кроме этого, есть такое понятие, как там, да, чувство коллектива, то есть тоже, насколько ребенок подвержен влиянию своих друзей. Как правило, в подростковом возрасте именно друзья становятся большим авторитетом, нежели родители, и именно друзья во многом определяют мотивы поведения и действия, которые совершает ребенок. Далее, ситуация в школе, да, насколько там все спокойно, не является ли ребенок предметом травли или буллинга, или каких-то других неприятных историй, тоже эта история может наложить свой печаток на то, каким образом себя он будет вести вне школы и вне дома. Бывают такие истории, когда у нас родители говорят, да что вы, он у нас вообще совершенно другой, он вообще у нас книжки дома читает, за животными ухаживает, там за бабушкой присматривает, а при всем при этом мы видим, что вне дома это абсолютно другой человек, совершенно абсолютно с другим поведением, непредсказуемым и неожиданным для родителей. Ну, то есть это объективная реальность, да, когда человек там, да, демонстрирует свое вот это девиантное поведение за пределами своего родного круга, тогда, когда никто не видит это. Поэтому здесь нет, конечно, какого-то единого рецепта. Вот сейчас мы скажем, там, вот мы все придумали, как можно сделать эту профилактику, и все, у нас все зажили хорошо. Нет, к сожалению, это очень кропотливая работа, которая требует достаточно длительного, очень тонкого, такого деликатного вмешательства, да, в том числе в разные сферы жизни ребенка. То есть я их уже перечислила, они такие достаточно основные, и без какого-то значимого взрослого, такого авторитета, безусловного, который сможет донести до ребенка важные вещи. Это могут быть как родители, родственники, так и педагоги, воспитатели, или тренеры, может быть, в спортивной секции. А без этого, конечно, очень сложно, потому что... Я сейчас вас перебью, вот у нас вот представитель, авторитетный человек сидит, сотрудник прокуратуры, часто ходит сами по школе, говорится с детьми? Вообще, вот профилактическая работа прокуратуры как построена? У нас, к сожалению, время эфира подходит к концу, поэтому вынуждены уже все бегом. Вообще у нас, скажем так, профилактической работой, мы занимаемся на постоянной основе, и постоянно посещаем либо школы, либо техникумы, либо, соответственно, высшее образовательное учреждение, где, соответственно, доносим до детей требования федерального законодательства, ну и, соответственно, также с ними беседуем в целях предотвращения несовершениями правонарушений. Слушают вообще? Зачастую, да. Зачастую, да. Бывают, конечно, как бы... Ну, чего греха таить, на самом деле, бывают отдельные, скажем так, лица, которые, ну, наверное, невнимательно относятся к проводимым нами мероприятиям, но это скорее реже. Все-таки основная масса, конечно, воспринимает... Ну, это как рассказывать, да, тоже, если интересно, рассказать закон-то надо, конечно, объяснить детям, потому что чего они могут, чего нельзя. Итак, относительно профилактической работы, которую вы проводите, мы тоже много раз говорили. Ваш совет нашим жителям региона? Ну, так как мы сегодня все-таки говорим, да, о детях, да, и об их защите, наверное, каждый взрослый должен вести себя с ребенком так, чтобы потом не пришлось восстанавливать его нарушенные права, да. Пусть у нас будет меньше работы, будет меньше таких судебных решений, но в нашем обществе будет все хорошо. Да, было бы хорошо, если бы было поменьше таких судебных решений. Елена Александровна? Ну, со своей стороны, еще раз хотела посоветовать гражданам внимательно посмотреть, зайти на сайт Тверская семья ИРФ, посмотреть те меры поддержки, которые предусмотрены в Тверской области, воспользоваться этими мерами, внимательно заполнять документы, и тогда выплаты все будут назначены в соответствии с законодательством. Справедливость восторжествует, да? Эльвин, несколько слов. Ну, я, наверное, присоединюсь к словам Надежды Геннадьевны, то есть тоже хотелось бы, наверное, пожелать родителям детей все-таки побольше присматривать и больше уделять подрастающему поколению внимания, для того, чтобы... Чтобы все было хорошо, да, чтобы дети были живы и здоровы. Лариса Анатольевна, завершайте два слова. Давайте будем любить детей, слышать их, прислушиваться, уважать их личность, ну и тогда точно все будет хорошо. Всего доброго, пусть все будут у нас живы и здоровы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова